Дорогие друзья, добрый вечер. С вами Дмитрий Роза, школа морского пейзажа. И будем сегодня писать Декабрьское море. И к Декабрьскому морю расскажите пожалуйста откуда вы в чате. Расскажите как раз таки, если вы не из России, то откуда? Ну и насколько у вас жарко? Рад всех приветствовать. По качеству трансляции тоже плюсы-минусы. Качество от 1 до 10. Оцениваем, смотрим, чтобы было нам ясно насколько хорошо мы до вас доносим нашу трансляцию. Итак, поскольку сегодня у нас вебинар открытый, я сначала полностью все расскажу о материалах, с которыми мы работаем, холстах, красках и кисточках, разбавителях, тряпочках и всем остальном. Ну и потом мы примемся уже непосредственно за сам процесс. Итак, начинаем с красок. Комплект стандартный, неизменный и уже достаточно длительное время в таком виде существует. Итак, белило-титановые, кадмий-желтый-светлый, кадмий-оранжевый, краплак-розовый-прочный, голубая FC, зеленая FC, индига, умбра ленинградская натуральная либо умбра жженая, не принципиально, и английская красная. По поводу замены красок сразу же предупреждая многие вопросы. Индиго меняем той же, допустим, сажей газовой, меняем серой пейной, меняем марсом черным, в принципе ничего страшного нет. Зеленый FC можно заменить изумрудной, но лучше чтобы была зеленка, она самая интересная. Ну что касается краплака розового, его желательно не менять. Что касается английской красной, можно индийской красной поменять. Так желательно не менять цвет очень уникальный именно на смешениях оттенков, то есть он и сам по себе интересный и в цветах, в сочетаниях цвета интересный. Разбавитель у нас тройник неизменно. Предупреждаю сразу, кто пишет на масле. У масла другая пластичность, соответственно растушевки будут отличаться на масле и на тройнике. То есть тройник это как идеальный разбавитель для того, чтобы положить краску достаточной толщины слоя и достаточной консистенции. Соответственно на других разбавителях будет по-другому и если вы пишете не на тройнике, будьте готовы к тому, что будет получаться чуть-чуть по-другому. Масло дает более толстый слой краски на холсте изначально, если сравнивать с тройником и соответственно сложнее будет перемешивать. Более жидкие разбавители типа пенина или скепидара или аналогов им слишком жидкие и краска будет быстро впитываться в холст, соответственно растушевки тоже будут усложнены немножечко. Для тех, кто пишет гуашью, акварелью, акрилом и тому подобное, здесь все на уровне эксперимента. Поскольку ни одна из этих красок не поддерживает уровень растушевок, которые дают масло нам, соответственно импровизируем максимально. Тут задача создать состояние, а не вырисовать все вот до, 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 до какого-то предела детальности. Поэтому старайтесь создавать состояние на картине, не набор деталей, а чтобы было ощущение, что у нас море холодное, допустим, что волна вот-вот закрутится, упадет на берег, да, что камни незыблемы стоят на берегу, отражая удар волны и так далее. То есть, если не масло, то экспериментируем. Итак, кисточки. Три основные рабочие кисти по порядку. Большая щетина для растушевок. Это у нас любая средней жесткости щетинка плотная. Вторая кисточка, это щетина, маленькая для нюансов. Увидите, какие на этой картине будем делать. Третья кисточка, это стандартная синтетика, которой я всегда пользуюсь. Кисть в данной ситуации попалась не номер 16, ширина кисточки, плоская, средней упругости синтетика. Есть еще вот такая вот кисточка, называется лайнер. Ей мы делаем свет и нюансы на картине создаем. Холст. Я пишу на холсте 50 на 70, но в принципе для этой работы нам совершенно спокойно подойдет, начиная там от 18 на 24 малюсенького и практически любой другой формат. Эта картина достаточно хорошо будет смотреться как в квадратном варианте, так и в даже очень растянутом варианте. Просто волна либо станет более высокой, либо растянется наоборот в более пологое состояние. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите в чат. Мы постараемся максимально на все ваши вопросы ответить. Все что касается деталей, нюансов, что-то непонятно, спрашивайте. И сразу же приятный бонус. Для всех, кто напишет эту картину. Все участники, написавшие эту картину по этому вебинару и сложившие ее в альбом определенный, об этом мы чуть позже скажем, получат видеоразбор этой картины, в котором я также в прямом эфире по каждой картине отвечу, что получилось, что правильно, что неправильно и на чем поработать. Ну и у нас первый вопрос в студию. Да, здравствуйте, меня зовут Владимир. Я внимательно слежу за вашим чатом и если есть какие-то вопросы, то передаю Дмитрию. Очень много вопросов по тройнику. Можно ли на двойнике писать масло и разбавитель? Если можно коротко, Дмитрий. Без проблем. Можно на самом деле как бы двойник от тройника, смотря на чем опять-таки двойник сделан. Если двойник сделан, допустим, на скепидаре и масле, то в принципе нормально. Если лак и скепидаре, лак пенен, ну чуть потяжелее, краска будет быстро застывать, схватываться как бы. То есть в принципе можно на двойнике, но тройник дает одновременно. Смотрите, масло дает краски вязкость при разбавлении, то есть количество и вязкость краски. Скипидар как раз таки ее разжижает немножечко, но это разжижение стабилизируется лаком, который связывает и получается мы можем положить тонкий слой очень пластичного материала. То есть наше вещество красочное, оно пластичным становится. То есть здесь все дело именно в поведении самого материала, самой краски. Насколько она пластична и какой толщиной слоя при этом ложится. Поэтому здесь опять на уровне эксперимента. Но здесь еще двойная связка получается. Помимо разбавителя у нас есть еще холст, который либо впитывает краску очень сильно, либо не впитывает ее совсем. Вот с не впитывающим холстом сложнее. Первый слой соскальзывает, невозможно положить, постоянно как бы проявляется. Но такой холст последнее время попадается редко. В основном попадается холст, который сильно тянет. И вот здесь как раз таки может быть масло в какой-то мере нас и спасет частично. Но если холст у вас сильно тянет, вы об этом знаете, то можно его чуть-чуть, тем же пененом смочить. Чуть-чуть, чтобы у него уменьшилась впитываемость краски, чтобы легче было ее как раз таки при растушевках двигать. Если вопросов больше нет, то мы начинаем с разметки. Итак, откладываем щетины, линеры. Остается у нас синтетика наша. Разбавитель и кроплак розовый. Жидкая розовая водичка. Кроплак краска нейтральная и совершенно легко смешивается как желтыми, так и синими, не давая кардинальных изменений цвета. То есть если мы допустим поработаем синий, желтая у нас попадет, то соответственно мы зелень получим. А кроплак ко всем краскам нейтрален. Делим картинку на три части. Обязательно проверяемся, чтобы все трети соответствовали друг другу. Большие трети делим на трети маленькие. Тоже проверяемся, чтобы они соответствовали друг другу. Для чего нужна разметка правильная? Как раз таки для того, чтобы правильно перенести рисунок. Вот эту треть мы делим еще на маленькие и находим линию горизонта. И начнем сейчас то же самое повторять на холсте. Правильный рисунок это гарантия того, что вы правильно перенесете изображение. Правильно перенесете изображение, значит не запутаетесь. Вы будете четко понимать в этом месте у меня вот это, в этом месте у меня это, а в этом это. И соответственно повторите то, что видите. Вы же хотите повторить то, что видите, а не то, что думаете в данной ситуации. Хочется увидеть волну, поэтому мы обязаны относиться к разметке четко. Итак, вот я разделил маленькую треть. Вот здесь у меня линия горизонта. Для удобства прямых линий, понимания всего вторая кисточка. И сколько нужно вдоль этой кисточки, хоть вот так вот прям проводя вдоль.